Он работает в Федеральной службе безопасности России уже более 20 лет. Он серьезный противник и враг нашей страны. А его ведомство сыграло ключевую роль в начале полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года. Готовил как, условно говоря, пятую колонну в Украине перед вторжением, так и делал аналитические доклады, которые ложились на стол Владимира Путина. Генерал-полковник ФСБ Сергей Беседа, начальник так называемой пятой службы ФСБ. Он занимается Украиной со времен революции достоинства. И в феврале 2014, когда на Банковой убивали мирных протестующих, был в Киеве. Именно после визита Беседы начинаются те события, которые вошли, скажем так, кровавым эпизодом в украинскую историю. Активные операции на территории Украины и общая информация, которая полагается в рамках его полномочий. В 1998 году указом президента России Бориса Ельцина Владимира Путина назначили директором ФСБ. И именно тогда он сформировал новое управление, которому поручил проводить разведывательные операции на территории бывшего СССР. Служба оперативной информации и международных связей, или пятая служба. Эта служба занимается внешней разведкой. С 2009 года ее возглавляет генерал-полковник Сергей Беседа. В зоне информационного влияния пятой службы, это, соответственно, ну, скажем так, территории потенциального противника. Сотрудники занимают должности советников фактически во всех ключевых российских посольствах и, главное, торговых представительствах. То есть используется дипломатическое прикрытие работы российской резидентуры в странах ЕС и Соединенных Штатов. Именно пятая служба отвечала за предоставление Владимиру Путину информации о политических событиях в Украине накануне вторжения. Доклады, судя по тому, что и наши коллеги-журналисты, как российские, кстати, так и западные, писали, они были довольно радужными. И, конечно, это подтолкнуло, наверное, российское вторжение в Украину. А после двух недель войны и провала в Украине Путин начал репрессии против своего любимого ведомства ФСБ. Писали даже, что Сергея Беседу арестовали и отправили в Лефортово. Но, по словам главы разведки Украины Буданова, Беседа по-прежнему при делах. Беседа был на некоторое время отстранен от выполнения своих обязанностей, но со временем все стало на свои места. Сейчас он занимается своей работой и, к сожалению, не в пользу Украины. Беседа и его служба продолжают заниматься подрывной деятельностью в Украине. Пытаются расшатать ситуацию изнутри. И сосредоточены на работе с гражданскими, бизнесменами, политиками. У Беседы весьма большой послужной список в моменте активной подрывной деятельности против нашего государства. Следует отметить, что с 2014 года Беседа находится под персональными санкциями Евросоюза. Летом прошлого года издание The Insider выдало большое расследование, в котором указало, что Сергей Беседа, который всю жизнь проработал на государство, владеет недвижимостью на сумму не менее 350 миллионов рублей. Все данные об этом в реестрах, конечно же, засекречены. Вся недвижимость, связанная как с самим генералом, так и с членами его семьи, не просто засекречена в Росреестре, как часто бывает в России, когда мы заказываем выписку из Росрегистра, и вместо имени собственника видим, что там написано что-нибудь Российской Федерации, например. В случае с генералом Беседы эта недвижимость просто удалена из Росрегистра. Как оказалось, Сергей Беседа вор и нажил свое состояние на ощипывании российского бюджета, так и вся остальная верхушка в РФ. Редактор субтитров А.Семкин